итак мне зовут алексей ну корзов но неважно корзов корзов это вообще уже давным-давно я иногда и козловом бываю коржовом я недавно в группе мумитролли был и около там 3-4 лет назад я окончательно понял что не хочу заниматься коммерческими съемками вот как таковыми вот этими которых я уже говорил и хочу превращать искусство в настоящее искусство для того чтобы она мне помогла ну помогала по жизни потому что все творческие люди невротики мы все невротики и это надо признать мы все нервничаем и все западаем какие-то депрессии и в принципе все крутые произведения рождаются путем переработки каких-то внутренних переживаний я решил что хочу заниматься вот именно этим куда это приведет я не думал ни о каких мастер-классах никогда никаких лекций никогда в жизни думал что я выступлю в магазине рестор не думал я об этом то есть я не ставил первостепенную цель вот хочу там собирать людей там что-то показывать снимать зарабатывать миллионы просто делал то что мне нравится я люблю рок я вообще меломан я люблю урок рэп и когда-то мне щелкнул что черт возьми я же могу с ними знакомиться ну как-то ну вот не просто привет я лёша корзов как ты вот это сейчас привет а ты тот самый черно-белый чувак ты такой да этот самый черно-белый чувак и в какой-то момент стало получаться так что предложение от меня посниматься она уже получила какой-то вес и вот это наверное для меня сейчас прям самая главная заслуга когда я пишу все таки типа корзов предложил посниматься круто но я не говорю что я там стингу пишу он такой так переводчиком не сюда быстро кто это тот чувак да да ну такого конечно нет но ребята там с российской сцены ну вот они уже по крайней мере понимают кто я что я и чем я занимаюсь так вот друзья кто мы кто мы с вами мы там фотографы откуда ну понятно мы из одного из самых красивых городов в мире и в этом городе полно перспектив огромный количество перспектив из нашего города не стоит далеко идти за примерами есть там какие-нибудь группы типа little big которые после там двух лет существования трех лет существования ну такого полного скатались вообще в мировое турне то есть питер это реально город который помогает творить и куда мы идем и вот это наверно самый главный вопрос то есть куда мы стремимся я не зря начал рассказывать про свою историю про то что я не хотел заниматься всякой этой коммерцией но я не вижу ничего плохого в том что люди хотят зарабатывать там своими руками своей головой своим творчеством я не вижу ничего плохого в том что люди там могут писать книги какие-то на продажу ну то есть я не люблю не то что я не принимаю людей которые вот типа художник должен быть бедным голодным это неправда мы все хотим нормально жить мы все хотим нормально ходить в магазины покупать себе хорошую еду и чтобы у нас просто были деньги там на путешествие на нормальную одежду и в конце концов не знаю дома обставить себе квартиру чтобы там не было приятно деньги нужны но когда вы первостепенно ставите деньги перед творчеством вот так вот деньги ничего не получится я не знаю ни одного прям примера из фотографов которые изначально такие проснулись так чё там это бабки под зарабатывать заработать фотографии да сейчас я пойму так ладно этих над пофоткать этих то же самое про видео блогеров видео блогер это у нас сейчас кто это вообще тунеядцы и люди которые нифига не делают но это же не так мы идем всегда как-то по пути типа наименьшего сопротивления нам просто снимать друг друга личико это круто нас бы у нас будет популярность на пуду нас будут узнавать и мы будем за это зарабатывать деньги то же самое с фотографами с видеографами с музыкантами он этот может как бы да пойду там чет 4 аккорда ну все да почему-то у меня ничего не получается и так я сегодня на лекции буду задавать вопросы на некоторые нужно будет ответить там прям кто-нибудь вот самый смелый должен ответить можно просто кивнуть а некоторые будут риторические большинство на работу риторических я их буду озвучивать для того чтобы вы поняли что в петербурге сургуте в тюмени там в перми в ставрополе у всех фотографов одни и те же проблемы одни и те же вот как-то так получилось что мы приходим домой садимся со своими думами и на самом деле вот каждый из вас может прийти домой и вот как какая-то определенная категория проблем будет касаться каждого первый вопрос риторический у кого в социальных сетях стоит статус принимаю заказы на фотосъемку номер телефона там не знаю еще порой love story бизнес-портрет свадебная съемка снимаю детей снимаю там пары снимаю мужиков снимаю женщин снимаю висельников я не знаю всех подряд снимаю потом еще о себе окончил такой-то вуз вот это вот это вот это у меня есть прекрасное количество корочек кино и телевидение ля-ля-ля-ля-ля-ля и ты такой муж ну где где вот твои продукты его творчества и вы на что натыкаете вы натыкаетесь на не назовем их так не особо респектабельные качественные фотографии я хотел заниматься творчеством и думал каким творчеством я буду заниматься я играл там на гитарке все это что-то пытался делать потом понял что фотография это мое мама дала мне мыльницу вот эту поснимать какой-то кодек я так и думали ничего себе палец там я снимаю палец и у меня размывается задний фон я давай ну сейчас смешно вот согласитесь но я прям кайфовал с этой историей то есть ничего себе там начал людей фоткать понял примерно как это все работает но пойду возьму кредит взял себе кредит пошел покупать себе канон 450d на самом деле взял sony альфа 350 я пришел домой и поставил себе деятельность вконтакте профессиональный фотограф сразу же мгновенно почему потому что у меня профессиональная камера вы ну вам ждет вот эти вопросы да постоянно привет слушает ну ты же фотограф да хочу какую камеру купить посоветуешь и я вообще всячески отговариваю людей покупать покупать зеркальные камеры если эта камера просто для того чтобы ты съездил на пляж куда-нибудь там поснимать почему ну у людей вот эта история в голове зеркалка профессиональная камера любая зеркалка вообще есть зеркало крутые фотки я такой же был абсолютно и я начинаю фоткать и понимаю что у меня фотки типа не такие какой не лейбовец почему-то качество какое-то хромающие немножечко ну да даже как бы я понимаю что какие-то простых вещей нету нет вещей серии размытого заднего фона я ну начинаю вбивать в google соответственно окей google скажи пожалуйста ну как мне стать нормальным вообще человеческим фотографом хочу снимать портреты ну хочешь снимать портреты тебе нужен портретный объектив я такой чего он такой ну вот самый крутой на тот момент портретный объектив я даже не брал в расчет 50 миллиметров f1 и 2 потому что эта сумма ну да какое там а вот f14 там 20 тысяч рублей тогда стоило 18 чего типа я купил камеру камеру на которую я уже типа должен снимать крутые крутые фотографии качественные я еще к ней что-то должен докупить а что значит не один объектив и я прям в депрессуху такую впал яду господи боже мой и вот тогда я спросил у гугла скажи-ка мне дружок как мне дешево стать нормальным фотографом он такой алексей а ты пробовал снимать на гелиус там 44 2 лекен советские объективы я такой я купил себе первый объектив за 400 рублей по моему вот этот гелиус не помню мне здесь она попозже покажу и переходник к нему там рублей за 500 и вот тогда я абсолютно исключил из вот свои камеры любые режимы кроме ручного и даже на мастер-классах и сейчас я прямо топлю за самообразование это очень важно я до 2018 года я не посетил ни одного мастер-класса вообще и я пришел просто на мастер-класс марата сафина потому что хотел украсть его подписчиков чтобы привести на свой мастер-класс я ему честно в этом признался но я прихожу и он мне такой этот игрит хаски сфоткал я грузья а что ты здесь делаешь я гну тебя цветные фотки мне прямо интересно послушать ну я чб делаю я я я в жизни не отрицаю что я фигово делаю цвет я не умею например композингом заниматься я не буду в жизни говорить как некоторые фотографы у нас есть такие ну что на мне вообще весь клинцаж весь свет на мне сошелся я умею томи этом и это я с удовольствием сейчас нам лаби смотрел уроки по этой по фэшн фотографий ну типа казалось бы какой мне fashion но ее мое если вы смотрите какие-то разношерстные уроки вы можете понимать какие-то фишки оттуда то есть ну fashion они там круто одевают модели они классно ставят свет причем пор очень просто я такой а я не буду ну в жизни развиваться как-то узкой специальности но что в любом направлении можно что-то найти и вот на ю тубе тоже потом про это попали ну побольше говорит на ю тубе огромное количество совершенно бесплатных уроков и вот сидишь просто их смотришь и понимаешь что это круто и потом не надо в жизни вообще даже это писать профессиональный фотограф есть какие-то моменты которые вообще в голове не укладываются и вот я не очень поэтому люблю когда люди думают что у них не заказывают в ночи самокритика не занимаемся никогда это самое сложное люди думают что у них не заказывают фотографии по любой причине абсолютно я не знаю луна зашла там за юпитер или хэштег ты какой-то вот есть точно какой-то хэштег вот точь точно я его не знаю я сейчас найду этот хэштег поставлю у себя в инстаграме все все кэш капуста полетит сразу мама я съезжаю отлично ну есть другие моменты наверное нет каких-то знакомств наверное что-то еще наверное вот это и мы вот где-то там в конце последняя самая последняя строчка не ну может быть конечно может быть я просто отвратительно фотку но не это вряд ли сама критика это прекрасно вообще вот самый лучший критики есть отношение следующее самокритика это замечательно критика со стороны это критикуешь предлагая не предлагаешь пошел мне сказали что здесь нельзя ругаться матом вот я хочу кстати мерч скоро сделать со всеми этими фразами вот будем всем городом ходить в этой истории ну знаем о ком я говорю вот эти диванные ребята такие ты там старался у тебя глаза красные ты там полночи обрабатывал снимки такой вроде довел до состояния хорошего выложил и там какой чувак такой с утра проснулся в офис там или в пятерочку кассиром такой стой и все у тебя депрессуха на весь день ты думаешь камон чувак зачем ты это сказал но ты естественно заходишь к нему на страницу изучить его творчество там есть альбом nikon d80 мои первые попытки фотографирования месяц назад купил зеркальную камеру но уже буду рассказывать вам как нужно это делать так как же нужно это дело друзья как нужно круто фотографировать для всех понятия круто просто разные в этом вопрос но как же сделать хорошо учитесь на чужих ошибках мы все эту фразу слушаем всегда и всюду но как конкретно учиться на чужих ошибках сейчас вопрос нериторический смотрите мы все понимаем что фотография слева но она не у 7 до Да? А справа фотография, она кайф, кайф. Вы хотели бы фотографию справа иметь у себя в портфолио? Почему? Вот, ты тот самый чувак, который утром заходит и пишет мне в комментариях такие вещи. Ладно, хорошо, ну большинство хотело бы. А теперь... Отличная виньетка вообще, модель прекрасная, вообще замечательная. Я все жду, когда автор этой фотографии выйдет на меня и подаст на меня в суд. Но я уже, на самом деле, подготовился. Это использование фотографий в образовательных целях, поэтому я могу это делать. Внимание, вопрос, уважаемые знатоки. Можно ли и фотографию слева, и фотографию справа сфотографировать на одну и ту же камеру, на один и тот же объектив? Кайф, да? Вообще чума! Прикиньте! Дело не в камерах! А теперь, внимание, вопрос. Можно ли фотографию справа сфотографировать? Давайте придумаем самый простой зеркальный фотоаппарат Canon 1000D и объектив 50 миллиметров f1.8. На телефоне можно. Кайф, да? А что же здесь главное в этой фотографии справа? Свет и? Модель! Так как же учиться на чужих ошибках? Вот есть два направления. Как избавляться от плохого и как подходить к хорошему. Избавляться от плохого мы берем любую фотографию, которая нам взбрендится. Мы открываем там какое-нибудь Bravo Great Photo, смотрим работу участников, листаем, 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 листаем. Думаю, о, стой, какой хорошо, что я так плохо не фоткаю. Но вы не перелистываете дальше. А почему она вам не понравилась? И выписываете. Классная виньетка. Ну, отвратительный какой-то зеленый, отвратительный свет. Дальше. Как бы вы ее немножечко исправили? Ну, эту можно уже никак не исправлять. Но самое вкусное начинается, когда вы переходите к хорошим фотографиям. Вот к хорошим. Вы открываете фотографию классную. И я до определенного момента времени все время думаю, ну, это талант. Я потом покажу моего любимого фотографа и расскажу историю, связанную с ним. Ну, то есть я думал, это талант, у меня так не получится, это круто, я так не смогу сделать. А потом как-то начал разбирать фотографии по частям. И вот фотография справа, правильно, это модель, и это свет. Сколько источников света? Ну, один. Вообще, то есть, понимаете, нам на муке сделанная фотка. Просто на самых простых историях. Либо это какой-то, ну, там, один источник, либо просто там окно. И если бы я имел такую фотографию у себя в портфолио, я бы дико и гордился. Ну, мне прям очень нравится. 95% успеха на самом деле фотографий заключается в том, кто на этой фотографии. И у меня есть моя любимая фраза. Снимайте, там она будет дальше. Хороших, хороших людей, красивых, привлекательных. Для вас привлекательных. Вопрос не в том, что вы вот просто, ну, сразу дискредитируете, как бы, половину людей. Мы их не будем снимать, только вас будем снимать. Красота для каждого разная. Кто-то любит девочек надувных, там, кто-то любит, ну, действительно, снимать, там, детей новорожденных. Кто-то бомжей снимать, как, там, Лид Джеффрис, там, бездомных. У каждого, в принципе, область их съемки, она, ну, какая-то есть. И вот за нее лучше не выходить. Ну, по крайней мере, четко нужно развиться, вот, хорошо развиться в этой области. Потому что она вам нравится. И ваше настроение будет повышаться, если вы будете снимать вот именно то, что вам нравится. И со мной вступают в конфликты, говоря фразу, что настоящий фотограф, Алешенька, должен в каждом человеке, в каждом человеке найти изюминку, да, да. В каждом человеке он должен найти изюминку, показать его с какой-то определенной стороны. И я все время отвечаю, это в Библии так написано было или где? Ну, фотограф никому ничего не должен. Дальше есть фраза, где, на самом деле, нужно искать изюминки в кабинетах одних врачей и в первые брачные ночи. И никак не фотограф это должен делать. Фотограф, как и любой другой, в принципе, творческий человек, от своего творчества должен кайфовать. Ну, то есть, есть же какое творчество, никто никому ничего не должен. Вот это нужно запомнить. И я освоил прямо искусство отказа моделям. Вот, в свое время мне было стрёмно. Ну, мои друзья меня просят там поснимать. Ну, что, ну, как бы, когда стали появляться эти фотки, естественно, стали появляться друзья новые. Привет, Люха! Давно не виделись? Пойдем, увидимся, камеру же захватишь, да? Ну, просто зафиксировать, что мы с тобой там как-то повидались. Ну, я научился отказываться. Потому что нам, как я вижу, уже больше, по крайней мере, 18 лет, да? Почему при F10 диафрагма закрыта больше, чем при F5? О чем я говорю? Смотрите. Есть камера. И мы такие, что-то темно, что-то светло. Надо подзакрыть диафрагму, да? И мы такие, мы знаем. Вы все, я вас за руки не тянул. Вы все мне сказали, большинство, что вы знаете, как работает ручной режим в камере. И вы понимаете, надо подзакрыть диафрагму, чтобы света меньше поступало. Так почему это нелогично? F10 закрывается. Во-первых, ответ. Это значок деления. То есть, если у вас объектив там 50 миллиметров, мы делим на 10, получаем диафрагму 5 миллиметров. Делим на 5, получаем 10. То есть, чем меньше число в знаменателе, тем больше открыта диафрагма. Зачем этот вопрос здесь вообще находится? Я начал проводить лекции, начал проводить мастер-классы. И я понимаю, что многие действительно фотографы, я не говорю про ручной режим. Это вообще для меня абсурд. Не знают, как включается там ручной режим в камере. Не знают, ну, как вообще, что такое там выдержка. И фотографии, опять же, ну, это вот просто азык. Я этот пример привел, потому что мы каждый день с этим сталкиваемся. И мы никогда не задумываемся, ну, почему это так вообще. Есть более, конечно, глубокие моменты. Как создать крутой контраст? Что такое там, не знаю. Маска с... Я после встречи с Конторовичем в здании, вы его, наверное, знаете, для меня вообще там мир перевернулся. У него все с какими-то масками слоя. Он говорит, так это же маска насыщенность. А, это маска из черного канала ЦМИК. Я вышел, думал, господи, у меня не ЦМИК, а тик какой-то уже нервный был. Я начал прямо изучать. Вот что это, как это создается? То есть, ну, казалось бы, есть самое простое, да? Паки пресетов. Мы все покупаем паки пресетов. Давайте купим паки пресетов, и наши хреновые фотографии станут внезапно прекрасными, как вот у человека, который их продал. Во-первых, это абсурд. В любом случае фотография должна быть нормальная. И, во-вторых, я пару раз покупал паки пресетов, но с целью того, чтобы я вот нажал, такой, и такой, пошел изучать. Что ж ты здесь, дружок, такого накрутил на два с половиной квестика, который я только что тебе отдал. И это безумно интересная история. Недавно, кто подписан, опять же, на мою группу, я рассказывал про движение тоновых кривых. Типа, как там красную кривую можно вниз потянуть, что будет. Я чей-то пресет скачал и увидел, о, прикольный цвет. Но начал залезать, такой, думаю, ага, он здесь поднял, это отвечает за это, это, за это. И просто вот, ну, в голове складывается какая-то правильная картинка. И только так будет какая-то формула успеха. Тот самый объектив Helios 44.2, который стоил 400 рублей. Когда я его начал, ну, я его купил, начал на него снимать, я уже понял, что я иду впереди, ну, многих фотографов, которые вот шли рядом со мной. Ну, все купили вот эту шайку тогда, ну, это фотоаппарат зеркальный всегда был как ожерелье на шее, не более. И все ходили по универу, фоткали, а пойдемте в парк, давайте-ка прыгнем у этого, у прудика. О, боже, листву там подкинуть. Я ходил, ба, 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 что за клей, мне это не нравится. И я начал вот, ну, датыкаться на какие-то фотографии с размытым фоном, я уже об этом говорил. И, ну, узнал у Google, как это сделать. И вот тогда я купил этот объектив себе, включил только ручной режим, потому что по-другому я не мог, и стал разбираться вообще. Так, хорошо, свет попадает. Просто с двумя препятствиями. Это время, за которое он попадает, и дырочка, через которую он проходит. Я такой, да. Я когда детям это объяснял, я рассказывал, что это как свет попадает в улей. Это вот количество пчел, это свет. А улей, это вот, ну, матрица. И чем больше дырка, тем больше пчел может влететь, соответственно. И скорость этих пчел. Но есть еще такое понятие, как светочувствительность. Я говорю, светочувствительность, это на самом деле скомпоновка этих пчел. Как они круто будут залетать вместе. Но если они будут начнут компоноваться в полете, будут какие-то дефекты. Они могут столкнуть, типа, биться, разлетаться. И это шумы. Дети такие сидели. Нормально, нормально стелишь, чувак, нормально. А потом все равно на домашнее задание ходили и снимали рассвет со вспышкой. Вы видели на канале Грибоедова эти параллельные мостики? Вот, есть поверье, что если постоять 30 минут на канале Грибоедова, на одном из этих мостиков, вы обязательно увидите китайца, который будет фотографировать спас на крови со вспышкой. Подойдите к нему, подойдите и шепните на ушко. Дружок, этот собор уже осветил Иисус Христос. Не надо. Так вот, до, наверное, 2018, да, кстати, я ходил с мануальными объективами. Гелиос я поменял потом на Зуйко 50 мм f1.4. Его я купил за 5000 рублей. Он, в принципе, такой же, потому что у него, первое, непрыгающая диафрагма, вот, объясняю, что такое непрыгающая диафрагма. Вы ее закрываете, и вы прям видите, как она закрывается. И вы в видоискателе, в вашем оптическом уже, вы видите, все гораздо темнее. Мы как ставим? Мы ставим там f16, мы ставим f22, и в видоискателе ничего не меняется. Почему? Потому что при спуске затвора у нас диафрагма закрывается до этого момента, но мы видим, все хорошо. Здесь была проблема, маленькая такая, когда в темноте ты ничего вообще не видел, потому что, ну, вот через такую дырочку тебе приходилось смотреть порой в гримерке на музыкантов. И второе, тебе нужно фокусироваться руками, но я довел это до такого прям автоматизма, мы играли в игру, меня раскручивали, и я должен был сфокусироваться. Ну, то есть это как, блин, не знаю, там, аккорды на гитаре перебирать, то есть ты понимал уже как-то у тебя в голове, ну, мозг же, он действительно работает на таких там, я не знаю, скоростях и историях каких-то, то есть вы сами того не понимая, вы уже понимаете, в какую сторону там нужно крутить. Я себя комфортно ощущал, я не хотел переходить на Sigma, потому что мне нравилось понтоваться этой истории, типа, да, о, знаю, ну, у тебя, наверное, камера дорогая, я говорю, да, я снимал там на Canon 5D первой модели и на Helios, потом на Zui, да, быть не может, типа, нет. Вот, но потом я понял, что все-таки надо идти немножечко дальше, и Sigma, она, ну, явно лучше, она тени круто прорисовывает, она резкая, но я к ней пришел, когда четко вообще понимал, как это все работает и зачем мне это надо. Ни в коем случае не до, не до этого. Первое святое место это YouTube, вот, я о нем уже говорил, рассказал несколько примеров, как я с помощью YouTube, ну, мне прям помогло это. То, что вы смотрите на YouTube, там, 95%, это будет шлак, который, ну, либо не интересен, либо вы это уже знаете. Если вы будете вводить уроки по стробизму этот, со вспышками, вы обязательно отпнетесь на какого-то волосатого фотографа, они разные, наверное, все, просто там, и он в сандалиях обязательно будет. И он выходит такой, рассказывает, ну, смотрите, что мы имеем. Солнечный день, солнечный день, модель Галина, и вот мы ее снимаем вот так, и вот так. Он показывает две фотографии, и думает, что это, что это, но однажды он такой, чтобы добиться объемной картинки, вам нужно немножечко приподнять, вот это, спасибо тебе, дядя, в сандалиях, спасибо тебе большое. И начал это использовать. Второе святое место это, давайте дружно, это Pinterest. Это настолько можно пропасть там, пропадаешь в миллионах на век, когда-то самый дорогой человек. Когда-то я натыкался на вот эти все истории с Pinterest, Pinterest, и так вот думаю, кайф, я так никогда не повторю. А потом, ну, я начинал такой рассматривать и думать, ну, опять же, так, это все сделано, блин, ну, в моем случае из черно-белых, из черных, серых и белых точек, все, что здесь есть. Я начал вот с этой стороны рассматривать. Условно говоря, вы должны вдохновляться Pinterest теперь не просто, как это очень круто, я возьму и сохраню, разбирайте фотографии по составляющим. То есть вот, вот как я вам сейчас сказал, откуда падает свет, вы такие, так, отсюда падает свет. Ага, и вы так вот постепенно будете приходить к созданию собственного крутого результата. Если у вас есть какой-то, ну, например, вопрос, как вот здесь вот свет падает отсюда, там синий, оттуда красный, пытайтесь находить материалы в интернете. Вы удивитесь, что большинство успеха состоит действительно в моделях, в любом случае. Но мы живем, я напомню, в самом красивом городе мира. У нас тут столько моделей. Вам отказывают в съемках, потому что вы не заинтересовали в этой съемке. Ни один нормальный мужик и ни одна нормальная девушка не откажется просто потворить вместе с вами какой-то проект. Вот, если ей или ему понравятся ваши снимки. Вот, снимайте красивых. Это девушка Санта. Санта в свое время, знаете, ну, вообще на моем творческом пути я куда-то шел такой, бился головой, понимал, что иду не туда и вот, ну, немножко сворачивал с пути. И Санта, наверное, это был самый такой вот сильный щелчок по моему лбу. И вот с этой фотографией я, как сейчас помню, я подошел к Михайловичу из Animal Jazz, потому что мы там где-то встретились случайно на концерте Психеи. Вот, я подошел, он говорит, давай я тебя попробую поснимать. Точнее, мы сначала заболтались, он не поверил, что я библиотекарь, я показал ему пропуск. Он начал ржать, он говорит, это невозможно. Я говорю, все, все возможно, дружок. Вот, и я говорю, я вообще-то фотограф, ну, давай я тебя поснимаю. Он такой, ну, давай в меня в друзья. Для меня это уже было. Ничего себе, у меня Михайлович в друзьях будет. И показываем эту фотку, он такой, блин, все, давай договариваться. Все, мы договорились, и я первую фотографию сделал Михайловичу в арке. Ну, чуть-чуть в другой, но точно такая же фотография по композиции. Я решил, что я рисковать не буду. Не-не-не, все. Все, и в итоге потом он эту фотку поставил себе на аватарку ВКонтакте. Она собрала там, по-моему, 2000 лайков. Я сижу, и, ну, у меня вообще такой прилив радости. Я понимаю, что это 2000 лайков, и я к ним, типа, как-то причастен. И вот в тот момент меня перещелкнуло второй раз, что я хочу снимать именно музыкантов, ну, и вообще творческих людей, потому что с помощью них ты можешь... То есть они, это как своеобразная, знаете, такая огромная аудитория, в которой вы, ну, аудитория в плане вот помещения, в которой вы можете принести свою картину. То есть там уже сидят люди постоянно. Вот сидят они там, их там тысячи человек, 100 тысяч человек. Они сидят и ждут, что вот вынесет их товарищ, вот их там кумир какую-то фотографию. Я помню, что это безумно крутой способ, в принципе, заявить о себе. И начал писать всем, второй был Лисов из Джанейра. Я ему пишу, привет, вот там я снимаю музыкантов, работал с Animal Jazz и другими, других не было. Антон Лисов, я тебя тогда обманул, но наша любовь из-за этого стала такой крепкой. А вот тот самый фотограф, который меня вообще дико вдохновил. Андрей Давыдовский. Для меня это вообще Иисус фотографии. Вообще, то есть то, что он творил и творит, я смотрел на это прямо, ну как, это круто, это невозможно. А потом вот я превратился в того почемучку и начал немножечко разбирать фотографии. Из чего она состоит? Ну окей, это горизонтальная фотография, где там справа стоит Бондарчук, слева Бондаргек, слева по маске протерт крупный портрет Бондарчука. Кто не знает, как работают маски слоя, запишите себе в приложение Notex уже сегодня, посмотреть, как же работают маски слоя. Дальше, вот это размытие в правом нижнем углу. Как это сделано? Объектив Till Shift, а есть ли какие-то плагины имитирующие? Сейчас они уже встроены в Photoshop, раньше это был Alien Skin Exposure, там был прям вот бокэ вы могли делать. Вот эти текстурки, то есть их в интернете полно, можете сами сделать все текстуры. Самое простое, как сделать текстуры, берете белый лист бумаги, берете кисточку, макаете в черную краску, вот так вот швыряете, сканируете и инвертируете. И у вас черное превращается в белое, а белое будет черным фоном. А потом, тоже это запишите, есть прекрасный метод наложения Light and Color, который убирает черный и оставляет все помимо черного. И у вас собственные текстуры. И теперь небольшой такой итог истории с Андреем Давыдовским. Я выложил фотку Федука, и мне не очень как бы понравился сам снимок, потому что, ну, во-первых, было мало времени, я фоткал его в гримерке. Я решил, что я накидаю туда всяких каких-то домов, там второго Федука, вот эти все шелухи. Я с утра просыпаюсь такой вот, ну, поднимаю телефон, а там сообщение в Инстаграме. Андрей Давыдовский хочет отправить вам сообщение. Я такой... Я пошел, умыл лицо, побрил ноги перед свиданкой. Вот. Я... Ну, это было очень волнительно. Иисус мне посылает просто... Я не знал, что там написано вообще. Я открываю, там, ну, в общем, он писал, что Алексей, я знаю ваше творчество. Ну, как бы, да, понятно, что вы там вдохновились мной, но ничего плохого в этом нету. Такие вот эти там наложения можно уже сделать, в принципе, вообще на телефоне. Любой портрет должен обладать, как бы, крутой эмоцией, крутым светом. А у вас это есть. И он говорит, ну, типа, творческих вам успехов. И я такой, о, мать, неси, салфетки отмечать буду. Вот. То есть, ну, такое краткое завершение прям истории с кумиром. Я вдохновился прямо человеком очень сильно. Я не считаю, что я делаю как бы такие же абсолютно снимки, но, блин, я стал разбирать, как же он делает то, что меня прям зацепило. И как исход меня взяли и сравнили в его плагиате. И я такой, ладно. Ну, как бы, это такой прям приятный был вброс. Как делать дешево и качественно? Тот самый стробизм. Когда я, мне наскучило фоткать просто там на всякие гелиусы, у нас вообще одна и та же практически у всех эволюция. Мы покупаем зеркальную камеру, потом мы понимаем, что нам нужно докупить какой-то портретный объектив. У нас нет бабок, мы покупаем 50 мл 1.8. Потом мы понимаем, что все ходят с какими-то штуками по названию отражатель. Понимаем, чем отличается серебряная и золотая сторона. Потом мы снимаем тряпку и понимаем, что там еще есть рассеиватель. Некоторые этого, наверное, не понимают. Но кто-то понимает еще. Месяц требуется, чтобы понять, что такое рассеиватель. И вот когда мне наскучило вообще все это делать, я понял, что так, я хочу как бы, ну, что-то делать получше. Вот. И прочитал про некие вспышки. Вот такие вот. Купил самые дешевые вспышки с синхронизаторами. Купил себе набор дешевая вспышка, дешевый синхронизатор, стойка и софтбокс. И пошел мутить вот такие вот фотографии. Это тоже было точно какой-то либо гелиус, либо на что-то такое снято. Я использовал как контравик. Я использовал естественный свет, соответственно, он был сзади. И я использовал софтбокс. Я все время ходил какими-то там друзьями и мы ставили вот так немножечко сверху источник света. Вот. Затем началась эпоха студийных историй. В смысле, не студийных, а наоборот, путешествий по гримеркам музыкантов. Вот это снято не в студии. Это снято в клубе «Космонавт» на Техноложке, прямо посреди клуба. Там будет подробная история, как я использовал всякие эти вспышки, когда будет фотка рома-зверя и такая прям прелестная история. Ну, чтобы вы здесь понимали, это просто один источник света посреди посреди танцпола. Я прям стал ездить. Вот приезжает кто-то музыкант. Я пишу, говорю, хочу там встретиться, ну, пофоткать. Там мне нужно 5 минут. Все было круто до момента, пока мне не, по-моему, да, до момента, пока я не сделал вот этот снимок. Я, опять же, приезжаю в клуб «Космонавт» и мне говорят, что, слушай, извини, но этот, у нас времени не будет на этом, на площадке. Нам нужно в гримерке пофоткать. А я понимал, что я не могу фоткать гримерки, потому что, то есть, мне нужно было, чтобы мой источник света не доставал никуда дальше. То есть, опять же, если вы понимаете, как работает свет, вы поймете, почему это. Если я, вы сейчас меня будете фоткать, условно говоря, и вот так вот шлепнете вспышкой, у вас подсветится там надпись. А если я выйду чуть-чуть туда, вот прям куда-нибудь туда, и вы опять же меня сфоткаете там в какой-то закрытой диафрагме, то я буду подсвечен, а задний еще не будет подсвечен. Вот так я и работал. Я выходил прям в центр зала, чтобы нигде в округе ничего не было. Ну, точнее, могло, но такой типа слабо там. Ходили люди. Но у меня получались такие снимки. Я подхожу к Самойлову, и вот здесь вот там слева на фотографии, там прям софтбокс был еще. То есть, я настолько был в маленькой коморке, что вот здесь был софтбокс, и тут торчал софтбокс. То есть, я их там штампом затирал. И плюс сложно было его фоткать. Когда он вышел, я ему говорю, подними голову чуть повыше. Поднимает. Я говорю, направо. Он налево поворачивает. Я говорю, направо. Он налево. Я такой собрал все силы в кулак. Вот сейчас, кто знает эту историю, я его люблю очень просто. Собрал все силы в кулак, и такой, ладно. Беру его вот так и двигаю. И такой. Я делаю кадр, и понимаешь, что очень круто получилось. Показываю ему, и он такой, о, блин, прикольно. И говорит, дай попробую вот так сфоткаться. Берет свой гаечный ключ. Он называет его рабочий инструмент. У него прям на поясе был гаечный ключ в чехле разводной. Вставляет сигарету. Делает этот кадр. Ну, я делаю этот кадр. Потом этот кадр используется на афишах. И сейчас Глеба Самойлова судят с иском, с иском, да, на полтора миллиона рублей за то, что на этом ключе логотип организации, который, ну, есть ритейлер один. 220 вольт магазин. Они судят его за то, что он не согласовал с ними на использовании афиши. Как я фоткаю в студии? Я выбрал просто самый сложный пример, чтобы, ну, продемонстрировать. Я все время прошу пилотный свет, чтобы работал пилотный свет. Мне важно понимать, как падает свет заранее, до срабатывания вспышки. Как падает свет на модель. И когда я фотографировал негатива, это Владимир Афанасьев, он был в кепке. И мой свет, он, в принципе, всегда, вот он сверху такой направляется по таким углом. Но я гонюсь за бликами в глазах из-за того, чтобы глаза вообще всегда были подсвечены. И вот я стою перед, ну, по схеме света, давайте я просто с вами даже разберу, какие здесь источники. Не смотрите на правую часть фотки, это просто там зеркало, мы там как-то отразили, непонятно. Давайте левая часть фотографии, сколько здесь источников вы видите? Ну и третий куда направлен? На фон. Два источника. Один откуда? Спереди. Справа? Слева? Ну, справа. И второй немножечко сзади, слева. Не сбоку, потому что здесь нету. Все, разобрали с вами мою световую схему без посещения моего мастер-класса. Но, в чем сложность? Если вы фоткаете в студии, вы, наверное, замечаете, что малейшее движение модели головы там вверх, вниз, влево, вправо или движение источника света может кардинально вообще поменять фотографию. Если взять сейчас вот эту лампу и вот так вот вокруг меня поводить, просто вот, круг ввести, вы помните, что я получу, не знаю, там 35 состояний вообще, ну, внешнего вида. Снизу я буду похож на какого-то черта из ужастиков. Сверху у меня будут подсвечиваться какие-то синяки, глаза пропадать, в лицо вроде нормально, при этом будет плоско, контролючок. И в этом, блин, есть все искусство. Вот искусство того, что световых схем как таковых не существует. Для разных людей они разные. И с Афанасьевым была сложность в чем? Я такой поставил, делаю кадр и понимаю, что глаз-то нету, но если опускать источник, тогда пропадает объем. Я говорю, что так, ты сейчас вот смотри, ты смотришь на меня, вот как я буду тебя фоткать, я стою, но ты вот заморозься. Я как это, кто там в зачарованных? Пайпер была, да? вот, все, заморозилось. И я начинаю, вот, я начинаю ходить, вот так вот, и двигать, вот я опускаю источник до момента, когда вот первые блики появляются вообще в глазах, первые, и останавливаюсь, потому что, если, ну, я бы опустил слишком низко, была плоская картинка. Делаю кадр, в итоге этот кадр тоже на обложке книги оказывается. Тоже снято на 50 миллиметров f1.8. Это Рустем из группы Люман. Когда я с ним познакомился, я его обнял вообще. Он пришел такой, я говорю, можно я тебя обниму? Он говорит, довольно странно, но давай. Я говорю, чувак, я просто на твоей музыке вырос. Эту фотку показываю вам с точки зрения, вот, если обработки, видите, вот эту венку у него? Я ее прям прорисовывал. То есть она, мы как обычно обрабатываем фотки, так же, как сейчас фотку с Хаски покажу еще. Мы такие, так, на фотографии нужно убрать прыщи, убрать синяки под глазами, немножечко сгладить, и все. И типа вот, ну, это шаблон фотографии, вы прям в конвейер превращаете. Я посмотрел на Хаски, думаю, да не буду я ему синяк убирать. И этот синяк я еще кисточкой черной дорисовывал, потому что, ну, здесь он к месту. Ровно так же, как вот эта вена. Я ее не убирал. Мне нравится именно играть в художника. Вот, я беру фотку, создаю слой, там, белый, ну, типа, заливка серого, 50-процентный, soft light и просто по светлым участкам начинаю рисовать светлым. Есть такая замечательная кнопочка X в фотошопе, она инвертирует цвета. Сначала нажимаете D, то есть он делает черный и белый, а X он инвертирует. Я вот так сижу просто черным, X нажимаю, белым, черным, белым. И по факту я делаю блики еще светлее, тени еще темнее. И если вы вообще всю фотографию так прорисуете, вот и появится ваш прелестный Лид Джеффрис, как бы, и прочее. То есть, вот так вот там объем, прям зашкаливающий. Если вы будете смотреть Лид Джеффрис, и вы увидите, как у него прям блики, они вот, ну, вообще ядреные какие-то. А тени у него, ну, тоже ядреные. И где-то посередине такие там резкие переходы. Фотка Антона Лисова, которую мы сделали вообще после основной съемки. Я говорю, чувак, мне надоело фотографировать, вот как я фоткаю. Я хочу использовать какую-нибудь дым-машину, вот это все. Сделали фотку с дым-машиной, и так себе она получилась. В итоге я подумаю, дай-ка еще одну штуку попробую. И вместо фона белого я здесь, знаете, что использовал? Я использовал огромный такой октобокс. То есть здесь вот сзади просто получается был идеально белый фон. По краям были, понятное дело, ромбики. Но если у вас идеально белый фон, вы потом просто выбеливаете это все. Источник света один. Портретная тарелка. Но с чем я столкнулся здесь? С какой проблемой? Я использую портретную тарелку с сотами чаще всего. Я подставил ее довольно близко. Делаю кадр и у меня снизу ничего не подсвечивается. Как сделать это? Можно помимо того, что снять соты. Для чего вообще нужны соты на портретной тарелке? Ну вообще на источнике, знаете? Наоборот. Сузить. Сузить. То есть если световой источник вот так распространяет свет, то с помощью сот он будет делать поровнее. Как сделать фотографию подсветить побольше? Не снимаем. Дальше убрать. Вот. Но при этом дальше убрать. То есть нужно убирать, понимать, он вот так вот идет. Нужно не просто вот так убрать. То есть нужно визуально вот такую траекторию. То есть она вам нравится, эта траектория, да, и вы визуально понимаете, вот. И ну этот кадр я считаю тоже типа одним из своих самых удачных. Один источник света, не считая фона. И Антон, он сам по себе тот человек, который вот звездочки я писал. Красивый товарищ. С Антоном как бы работать это вообще ты ну приходишь и он сам начинает чего угодно делать. И ты врубаешь, что крутые фотографии это не только ты. Ни в коем случае. Ну ты не можешь, порой ты не можешь реально выбить из человека какие-то эмоции. Маленький лайфхак, как я, ну к Антону это не относится, потому что он сам все прекрасно делает. как я выбиваю эти самые эмоции. Я показываю их сам. Вот надо крикнуть, я кричу. Ну вот это самое провальное, когда подходит к вам модель крикни. Он такой нет. Ну пожалуйста. Если там вот фоткал я Ильича вот кричащий, я говорю, можешь крикнуть? Как? Ну так он такой, ну да. И если вы снимаете вот этот барьер между вами, ну что он понимает, что все, вы уже здесь самые конченные на этой площадке. Вы как бы, вы смогли прокричать, проорать, значит и он сможет прекрасно. Все, ну надо вам что-то показать, нахмурься, пожалуйста. А может не знаю, там пальцы в уши ставить, а может вот это, а вот так, а вот всякое, сделай вот так, ну пожалуйста. И любой фотограф в принципе должен круто обладать знаниями вот этими коммуникативными. Он должен как бы входить в доверие, потому что если вы подойдете, блин, я тебя боюсь, я тебя стесняюсь. Если бы я вот так стеснялся, то, ну, мы, наверное, свидание с Ромой Зверем закончилось, я так устаю с оборудованием. О чем песня «Дожди пистолеты»? Ну пожалуйста, расскажи мне. Та самая фотография Рома Зверя, которая трамплином подпрыгнула, точнее подбросила меня. Несколько таких вот историй, очень крутых. Вот. Параллельно две. Первая история в том, что Рома Зверь согласился посниматься, но я должен был приехать на площадку. Я тогда не снимал вообще вне студии. И я не стал объяснять, что я не смогу сделать такую же фотографию, ну, как в студии, вне студии. Но я понимал, что если начну сейчас оправдываться, ну, Рома Зверь как бы слетит. Я подумал, окей, как я буду, как мне перевести по факту студию, кроме Зверя туда. Думаю, ладно, на белом фоне я использую три источника. Контровичок, так и один на фон. Если я найду там черную стену, то мне нужно будет просто поставить два источника, и они будут без... Я об этом не думал еще тогда. Думаю, все довольно просто. У меня был один день на подготовку, я купил второй комплект, такой же, как у меня был, вот там вспышки. Приезжаю, понимаю, что черной стены нет. Думаю, что делать? И тут вот я начал думать, думать, блин, думать, думать, думать. Постоянно надо думать. Вы сейчас просто возьмете свою камеру, кто может пришел там с камеры. Берете, ставите настройки там ISO 50 у кого есть, F там 10 либо 8, и ставите одну там 160. И попытайтесь сфоткать вот эту стену. Скорее всего, она у вас будет черной. То есть, если вы там где-то вдали, ну, может, если там приглушить свет, она точно будет черной. Мы видим человеческий глаз, он видит в 10 раз лучше, чем камера. Настройки камеры вы можете делать так, что у вас вообще там чернота будет. Я думаю, так, ладно, моя задача просто поставить рома-зверя где-то в центре, и сфотографировать его так, чтобы вот этот источник на лицо не светил никуда там. Короче, ладно, мы разбираемся, он подходит, и вспоминаем про то, что у меня мануальный объектив, у меня нет прыгающей диафрагмы. И я не то, что не могу сфокусироваться, я не вижу его в видоискателе вообще. Он в тени. Ну, глазами вижу, но там у меня преломляется вот так вот свет. Я думаю, камон, и пилотного света нет на вспышках. И он такой, ну, все в порядке. Да, да. Короче, как мы делали, мы берем фонарик от айфона, подсвечиваем ему глаза, делаем кадр, и я понимаю, что типа, что-то неплохое получается. Я ему показываю, он такой, слушай, прикольно, давай дальше там пофоткаемся в гримёрке. Я такой, ехал в гримёрку, кром и звери, ну, блин. Он такой, что там будете там, что-нибудь сидеть? Я такой, да, камон, чувак, круто-то как. И маленькая история параллельная. Короче, встречался я когда-то с девушкой в невротических отношениях мы были. Девушка красивая, а когда красивые девушки вырастают и устанавливают инстаграм, им хочется крутой жизни всегда. Богатый такой, дорогой. И в свое время она мне сказала, что тебе нужно завязывать с фотографией, потому что это не приносит денег. Ты работаешь библиотекарем, ты вообще, типа, такой-сякой. Ну, я параллельно с библиотекой, что там всякие фишки делал. Денег мало, нам нужно там жениться, нужна квартира. Естественно, я для квартиры делать ничего не буду, потому что я девушка. Но нам нужно, нужно, все. И я такой, блин, ну, погоди. И маленькая история дополнительная. У нас, как у любой парочки, была песня своя. Песня под названием «Звери, солнце за нас». Как будто бы Рома Зверя заглянул в окошечко, такой, напишу про них песню. Вот. Я у нее спросил, блин, ну, погоди, я чувствую, что я вот, ну, сейчас, вот сейчас. Вдруг я Рому Зверя когда-то сфотографирую. Он сказал, люди, друзья, товарищи, первое, что я вам скажу, бросайте к черту тех людей, которые вам говорят, что вы что-то не сможете сделать. Вообще. Ну, это могут быть люди со стороны, но, если вы, типа, вот живете рядом с человеком, который говорит, что вы что-то не можете сделать, не нужно. С ним, на него тратить свое время. Короче, я фоткаю Рома Зверя. Казалось бы, история уже приобрела прикольное завершение, но это не конец. Рома Зверь потом пишет мне, что, ну, типа, менеджер пишет, что мы хотим взять твою фотографию на обложку книги. Я думаю, ну, типа, сколько денег за нее хочешь? Я такой, что, типа, Рома Зверь мне деньги заплатит какие-то? Я такой, ну, давайте там, назвал сумму. Он говорит, да, хорошо. И они мне в итоге, там, перечислили эту сумму, заказали фотосессию. Рома Зверь мне еще просто вот так на лапу дал денег. Говорит, чувак, там, я тогда собирал на, на объектив, по-моему, какой-то, на первый, ну, что-то такое. И он говорит, я видел, ты там, ну, в Инстаграме смотрел, он такой, дает мне деньги просто так в лапу. Я думаю, и плюс уже два года подряд мы все время тусуемся с ним на его же дне рождения в баре, вот, после концертов. Но не суть. Потом, спустя вот эта вся история, мне приходит конвертик. Я открываю, в конвертике написано, еще один конвертик, мандерогик, написано, Леша, спасибо тебе за прекрасное фото. Я открываю там книга. Знаете, как называется книга? Солнце за нас. Такой завершающий немного блок про продвижение. Я с этого начал, то есть, не писать там, принимаю заказную автосъемку и прочее. Но продвигаться же как-то надо. И я выехал, в принципе, за последний, наверное, короче, моя стартовая точка в продвижении была в февраль прошлого года. Меньше, чем полтора года назад. Я общался со своим другом Сережей и он сказал, блин, ну почему ты не проводишь никаких лекций там, мастер-классов или что-то такого? Я такой, да я не знаю, кому это может быть интересно? Он такой, да многим людям интересно узнать, как вот все. Тем более, ну ты можешь прям рассказать вот без всяких вот этих купюр. Я такой, ну да, ну ладно. Пошел мыться такой и в душе подумал, окей, нужно сделать индивидуальные уроки. Вот точно. Как я буду на них людей завлекать? Людям нужно показать, что я знаю, ну то есть я разбираюсь в каких-то технических моментах, могу об этом просто рассказать и вообще типа я балабол, который совершенно простым языком может вот так на пальцах вот так берете, вот так берете, красиво получается. И тогда появилась первая фишка в феврале прошлого года. Первая фишка моя излюбленная схема света. Я сразу слил просто вот так вот слил, ну считай основу свою и такой, ну начал следить как бы, как что, как людям понравится это нет. И все такие, блин, нифига, а что ты бесплатно это рассказываешь? И вот мне до сих пор спрашивают, почему? Это отчасти альтруизм, но отчасти, от гораздо большей части, от личной, от альтруизма, это демонстрация вот такая. Это знаете, как вот я такой выбегаю, типа смотри, че я умею, че я умею, че я умею, а потом такие, ну давайте на мастер-классы приходите. И приходят. И вот тогда мне нужно было за 10, за месяц провести 10 индивидуальных уроков. Я провел 12. И вот тогда я купил себе первый объектив Sigma. Я провел 12 уроков, получил отзывы, и в один момент мне друг мой, Максим Ширков, сказал, что, блин, слушай, ты вроде хотел там сменить обстановочку, а он живет сейчас в Москве, а сам родом из Гродно. И говорит, давай в Гродно попробуй сделать твой мастер-класс. Нужно 10 билетов продать, чтобы купить твое путешествие просто. А так потусуемся, там погода классная вообще, ну Беларусь. И мы анонсируем мастер-класс в Гродно. За 2 часа выкупают 10 билетов. Сразу я такой. Короче, за 2 дня в городе с населением 300 тысяч человек мы собрали 45 человек. Я сижу уже, отмечаю такой, типа, камон, как круто. И мне пишут, а чего вы в Минск не приезжаете? Ну как-то странно, вы прилетаете в Беларусь через Минск, но при этом не заезжаете в Минск. Я такой, не знаю. Я анонсирую в Минске, в Минске собирают 25 человек. Приезжаю, думаю, так, интересно, а в России, матушке, я вообще, типа, кому-то интересен? Так вот, есть ли у вас стратегия вашего продвижения? Подумайте об этом. Что вы хотите делать? Ну как бы, понятно, зарабатывать деньги это всегда просто. Снимать свадьбы? Пожалуйста. Снимать бизнес-портреты? Пожалуйста. Вам изначально нужно понять конкретно, что вы хотите делать вообще от этой жизни. Я решил, что я хочу минимизировать количество коммерческих съемок, хочу снимать музыкантов, получать от них деньги за какие-нибудь там афиши и обложки и реально просто творить вот для себя. Вот позвать там, вот недавно пришел на концерт Логутенко, Логутенко сфоткал. И задайте себе два вопроса. Первый вопрос, в чем смысл вашей группы ВКонтакте? У нас есть личная страница ВКонтакте, Инстаграм, мы туда выкладываем свои фотки, в группу ВКонтакте, скорее всего, мы тоже выкладываем свои фотки. Я задумался, в тот момент, в феврале прошлого года, что нужно использовать группу по максимуму. Решил писать статьи. Помимо статей, я решил там всякими гифками наполнять, видео какие-то делать и вообще создавать из него сообщества. Ну, не просто так называют, сообщества. То есть, это не цитадель моего какого-то самолюбования, типа, смотрите. То есть, это реально какое-то сообщество людей, которые объединены вот этой идеей развиваться в сфере фотографии. Я бесплатно там даю какие-то уроки, а люди взамен там, ну, как бы банально не звучало, ставят мне лайки, общаются со мной, а потом приезжают на мои мастер-классы в разных городах. Ждут меня там, платят за билеты, ну, и дают мне зарабатывать на этом деньги. чтобы понять, это моя любимая фраза, качает ваше сообщество или нет, просто выселитесь из своего тела, зайдите сами в него и подумайте, ну, вы сами в нем остались, ну, типа, вот, заходите, прикольное сообщество. Если да, подумайте, почему остались и развивайте это. Если нет, подумайте, почему там не остались и как это развивать, в каком направлении. Вот, после вот этой фишки с созданием фишек, если вы не знаете, ВКонтакте сняли про меня официальное видео «История фотографа из Петербурга», где они рассказывали про сообщество. Недавно мы записали самлаб курс целый там на 4 часа, по-моему, про вот это продвижение. И это все за полтора года. И вот отправной точкой было, когда я решил, что, блин, я хочу рассказывать людям о каких-то вещах, а дальше там будь что будет. Но у меня была стратегия. То есть я понимал, что я рассказываю для чего-то, чтобы люди поняли, люди видели, что я разбираюсь и могу в этом рассказать. То же самое с Инстаграмом. Подумайте, что в Инстаграме зарегано, не знаю, там очень много человек. Давайте миллиард условно, там одна шестая планета, седьмая планета, зарегано. Если у вас открытая страница в Инстаграме, подумайте, что на вашу страницу ежесекундно, ежесекундно может зайти один из миллиардов, миллиарды человек. Вот. И как мы знаем, первое впечатление человека создается за пять секунд. То есть он так осматривает, ну ладно, типа посмотрю дальше. То же самое, в принципе, с социальными сетями. Вот когда вы сами заходите на какие-то страницы, вы что смотрите? Вы смотрите прям компоновку такую, ну типа, вот этот, вот этот, вот это портреты. И зайдите на свою страницу и подумайте, так, то есть моя цель, вот я прям захожу в Инстаграм, и понимаю, что мне нужно, чтобы люди, вот, ну просто со стороны, такие, так, Логутенко, Максим, Свобода, угу, угу, угу. То есть я не выкладываю там три фотки одинаковые одного и того же музыканта, подумаю, что я не знаю, сын его какой-нибудь, или кто-то меня там к нему вписал. Мне нужно вот этим бить эффектом вау. Они заходят такие, то есть максимум крутые штуки. Я раньше даже карусели не использовал. Сейчас как бы решил, что, блин, на самом деле нужно использовать карусели. И следующее, наверное, я прям буду в карусели показывать вообще, как эта фотка снималась. Тоже интересно. То есть сделано как бы, и потом видосик такой смонтированный, ну, прям процесс создания. Потому что, друзья, нужно делиться знаниями. Друзья, это завершающий слайд на сегодня. Я хочу вам сказать еще раз, что если вы пришли сюда вот так вот вечером, в будний день, после работы кто-то, скорее всего, то вы уже отличаетесь от вот этих ребят, которые идут, типа, самоуверенные, такие напыщенные павлины, ничего не хотят изучать. Вы хотите, ну, общаться, опять же, знакомиться, чем-то вдохновляться. Я не думаю, что там, не знаю, сто процентов того, что я вам сегодня сказал, это о какой-то прям мысленный переворот. Но я абсолютно уверен, что хоть какие-то там пять процентов из сказанного у вас немножечко откликнулись, где-то там нашлись у вас в душе. И только от вас зависит, перерастут ли эти пять процентов, сто пятьдесят пять процентов. Либо вы просто загасите их. Вот. Спасибо, что пришли. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ